Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В сегодняшней семейной гостиной мы хотели бы поговорить о старшем поколении в семье. Какие они, сегодняшние бабушки и дедушки? Какая роль у старших членов семьи? И сегодняшний наш гость, уже неоднократно бывающий в нашей студии, это Бурмистрова Екатерина Алексеевна, детский психолог, семейный психотерапевт, мама 10 детей. Здравствуйте, Катя! Здравствуйте! Мы рады, что вы сегодня у нас опять в гостях. И мне тоже очень приятно. Катя, на Руси всегда жили большими семьями, правильно? Да. Да. Но в последнее время, конечно, в современном мире всё меняется. Часто у молодых семей есть возможность жить отдельно. И роль бабушек на Руси, какая была издавна, она уже совсем не та, и всё меняется. Вот какая роль у современных бабушек, дедушек сейчас? Сложно говорить обо всех семьях сразу. И тут ведь мы вспоминаем не какие-то старые времена. Даже бабушки и дедушки нынешних родителей были гораздо больше включены в жизнь семьи и воспитание внуков. То есть какие-то 30, 40, до 25 лет. И воспитание детей уже не настолько плотно становится делом бабушек. Роль-то бабушек не поменялась. Бабушки для внуков очень важные люди. Очень важные люди. Они могут дать то, что родители зачастую дать не могут при всём своём желании. Они могут дать ту самую безусловную любовь, о которой родители так много читают в книжках. У бабушек и дедушек это получается легко, ненапряжённо, инстинктивно. Сейчас мы можем видеть несколько разных типов включённости бабушек и дедушек в воспитании. Роль-то та же самая. Роль быть близкими людьми для внуков. А сейчас семьи стали меньше, и близких людей мало. И близость бабушек и дедушек по часу очень важна для детей. Ведь когда ребёнка спрашивают, кто у тебя есть, он первым делом перечисляет членов семьи. И назвав родителей и блатьев сестёр, он обязательно перечисляет бабушек и дедушек. Если он с ними знаком, хотя бы отдалённо. Катя, а какие типы взаимоотношений тогда, получается, есть сейчас? С первого начнём. Тип оптимальный. Тот, который встречается реже всего. Это та ситуация, когда бабушка готова участвовать в жизни молодой семьи, в жизни внуков. Но готова участвовать так и тогда, когда это удобно молодым. Готова участвовать не на своих условиях, а на условиях, которые предлагает ей молодая семья. И таких бабушек, ещё раз скажу, меньшинство. Второй по типу распространённости, можно сказать, тип бабушек, это бабушка дистанцированная. Бабушка, которая не хочет входить в руль бабушки, принимать какое-то активное участие в новом жизненном этапе, это, как правило, ещё не переставшие работать, энергичные, бодрые, часто молодые, моложе 55-60 лет, люди, которые не готовы включиться в воспитание внуков и оставить какие-то другие свои активности. Иногда у таких бабушек повторные браки, у них своя активная жизнь, увлечение. Это неплохо. Наверное, это очень хорошо для самой женщины. Но это вот тот случай, когда у нас есть живая история, когда бабушка не хотела, чтобы у неё на работе знали, что внуки родятся. Что она говорит, я молодая ещё женщина, мне совершенно не хочется, чтобы на работе знали, что у меня внуки. Как-то так. И вообще не обращайтесь ко мне бабушкой, называйте меня по имени-отчеству. Я не судья такого рода подходу, можно сказать, что он менее традиционен для нашей культуры. Таких бабушек было раньше меньше, но теперь их немало. И это нужно признать, понять и не обижаться. Очень часто бабушки такого типа, они сами включаться не могут, но они готовы помогать финансово, оплачивать няню, оплачивать занятия. То есть они готовы участвовать, но не временем в своей жизни. У молодых, у родителей, у папы, у мамы много претензий к таким бабушкам, потому что они вот это неучастие очень часто воспринимают как нелюбовь. Если вы заметили, я не согласна с этой точкой зрения. И мне не кажется, что это однозначно плохо для всех. Но к такой ситуации нужно привыкнуть, приспособиться как-то принять её. И третий тип отношений – это ситуация, когда, наоборот, бабушка хочет приблизиться гораздо больше, чем это полезно, приятно и нравится молодой семье. Это бабушка, которая хочет завладеть гораздо большими правами, жизненной территорией, больше ролей на себя взять, чем семья готова ей предоставить. Как бы забрать внуков. И тут можно увидеть другое в именовании. Такие бабушки любят, чтобы их называли мамами. И очень любят, когда говорят, что вот смотри-ка, он меня любит больше, чем тебя. Вот у меня-то он не плачет. А ты возьмёшь его на руки, он заходится, да, и уложить ты никак не можешь, а я укладываю легко. И вообще оставьте мне ребёнка, идите на работу, делайте свои дела. Этот расклад в отношениях тоже ведь может не устраивать в молодую семью. Конечно, да. Но ведь, по-моему, именно так раньше и было, что идите на работу, делайте свои дела, а я как бабушка, ну, собственно, как женщина, которая уже состоялась, как женщина, имеющая свой опыт, вырастившая своих собственных детей, создам для вашего ребёнка, для своего внука, ну, какие-то условия. То есть я имею в виду сейчас Древнюю Русь, да, и какой-то период, из которых складывались традиции, да. Это была большая многопоколенная семья, живущая под одной крышей, даже могла быть не бабушка, а прабабушка вполне ещё бодрая. Но смотрите, очень много изменилось, нельзя сравнивать. Во-первых, изменилось количество детей. И, скажем, из них первых детей молодая женщина легко могла отдать своей маме. Я вообще считала, что женщина работник, её место в поле, там, у коровы, около печи, да, а с детьми, которых много, да, справятся те, кто не могут делать основную работу. У нас всё по-другому. Ну, сейчас сколько детей в семьях обычно? Сколько? Два. Один. Да. Один или два? Один, один, запятая два. Всё, что больше, это нестандартный репродуктивный выбор. Как вы знаете, да? Такой замечательный термин. Так вот, и один-два ребёнка – это совсем не то, что родители готовы передать на воспитание. В большинстве случаев, если они, конечно, люди эмоционально зрелые. Сравнивать нельзя, можно вспоминать. Там была некоторая действительно гармоничная очень структура. Вернуться к ней мы, к сожалению, не можем. Так а не является ли как раз возвратом к ней вот сегодняшнее отношение, когда вы идите на работу, а я-то, собственно, здесь как уже не такая уж, ну, как бы ещё могу пока детей ваших понянчить, собственно, а вы идите там к станку, на поле, к корове, в офис. Во-первых, этого всё меньше такого типа, да, как раз больше от второго типа отношений, дистанцированного. А во-вторых, женщина, которая шла в поле, она себя не чувствовала некомпетентной, она себя не чувствовала плохой мамой. А нынешние матери, когда оставляют ребёнка надолго на попечение бабушек, они именно так себя ощущают, что она как будто от основной работы избавилась. Да, сейчас, если женщина родила ребёнка в любом возрасте, в любом статусе жизненном, ей кажется, она думает, что основная её работа – это материнство. Катя, наверное, есть ещё четвёртый такой тип – бабушка в рабстве у молодой семьи. Да, порабощённая бабушка. Порабощённая бабушка, да. Тоже очень неблагоприятный, может быть, расклад. Сталкивалась с тем, что рождается внук или внуки, и семье удобно, чтобы сидела не няня, а бабушка. Они говорят, давай, мам, мы тебе будем платить, ну, сколько ты там получаешь на работе. Это ещё если будут платить, вопрос. А то обычно ещё и бесплатно. Это именно эта мотивация, да, что мы чё, у меня не отдавать столько денег. Начинается с этого, да, начинается хотя бы. Потом зарплата, да, может быть, секвестирована, сокращена. Но, тем не менее, бабушку работающую выдёргивают с работы, из коллектива, из отношений сажают дома. Дальше, если внуков там не бесконечное количество, дети подрастают, эти внуки, да. Дальше бабушка их должна водить в школу, встречать их в школу. А дальше бабушка, может быть, уже не нужна. Даже на уровне, когда все пошли в школу и относительно там обрели самостоятельность, бабушка, которая абсолютно выпала из всех других жизненных сфер, она уже, оказывается, не нужна. И это приводит к большому количеству депрессий. Я просто на практике сталкивалась. Такой не совсем благоприятный результат. И смотрите, мы ведь с вами уже минут 10 говорим о бабушках. Как будто дедушек не существует. Да, кстати, да. И ведь это совершенно не случайная история. Ну, мы знаем, что каждый второй брак заканчивается разводом, начиная с 70-го, 78-го года. И очень много семей возрастных, да, неполных. Мужчины живут меньше, к сожалению, в нашей стране. То есть часто это действительно только бабушка. Это не бабушка и дедушка, а это неполная семья человека, который находится в предпенсионном возрасте. Как раз конфигурация, когда есть оба, прародителя и бабушка, и дедушка, она гораздо более устойчивая и гармоничная, потому что у бабушки нет такого количества свободного времени. У неё есть своя жизнь, своя семья. И это гораздо проще для выстраивания отношений с молодой семьёй и с внуками. Наше начало разговора совершенно не случайно, потому что чаще всего действительно это бабушки, которые без мужей по тем или иным причинам. Я, например, знаю крайне мало семьи, где есть вовлечённый дедушка в процесс, да, который активно там играет, я не знаю, мячи делает деревянные или что-то ещё выдумывает там с внуками. Поговорку, знаете, что первый сын – это последняя игрушка, а первый внук – это первый сын. Поэтому я как раз знаю много дедушек, которые были дистанцированными отцами, а включились по-настоящему в воспитание внуков. И участвуют, получают огромное удовольствие, чувствуют, что они реализуются. Но они не были включёнными, они дозрели до радости общения с детьми. Такого я просто сама не встречала, да? Ну, а как логично получается, понимаешь, вот молодой человек, сначала он учится, потом вроде бы там, да, он работает, 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 ему важен статус, ещё что-то, деньги. Он должен там множество всего, должен заботиться уже о семье какой-то своей. Всё вот как-то быстро, быстро, быстро. И в какой-то момент, ближе к 40, он такой останавливается. Жизнь-то уже почти прошла, да, уже мне 40. И вот это вот, мне кажется, кризис среднего возраста, когда очень часто к этому к 40 начинаются разводы, поиски смысла в жизни, поиски новых спутниц жизни и так дальше. Это как раз, а если к 40 раз, и он дедушка, смотри, да? Ну, к 40-ка-то вряд ли, к 45-ти, там вот как раз седина в бороду, да, вот к этому возрасту внуки появляются. Ну, я 40-45, я так, я, да, огульно так, 40-45. Ну, вот Юля очень важную говорит вещь, да, внуки для бабушек и дедушек – это ресурс, говоря языком психолога. Это ресурс, это новое как бы пространство, область жизни, где ты можешь себя почувствовать хорошо. Вот, вот у тебя внук. Действительно, это непростой период, и у женщин по-своему, и у мужчин по-своему непростой, и в районе 50. Нестабильный возраст начинается. И внуки могут быть тем островком счастья, гармонии. От внуков уже считается одно удовольствие. Все обязанности родителям, вся ответственность родителям. А бабушке ему радость общения. Надо же. Может, уже надо внуков звонить, Света. Это я как реклама звучит? Как реклама, да, звучит прямо как реклама. Это я цитирую, причем разных людей. Я вот не бабушка ведь еще. Я когда родила первую дочку, моя мама взяла ее на руки, я посмотрела, вот как она смотрит на свою первую внучку. Я сразу хотела стать бабушкой. Что-то ты увидела такое в ее глазах. Да, 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 да. Бабушкой, вот для меня бабушкой, мне кажется, так здорово быть. Это только вот радость любви и общения, но нет такой ответственности. То есть вот мелкий быт не засоряет отношения, наверное, еще. Да. Не знаю, у нас бабушка как раз приходящая время от времени, между там какой-нибудь Испанией и Россией, помахавшая нам ручкой, придя там на Рождество, на Пасху и два раза на дни рождения, собственно, и когда ее дети несутся, кричит, о, бабушка приходила, Люда, Люда, Людочка. Вот у вас как раз дистанцированная бабушка. У вас молодящаяся бабушка, да. Да, да, да. Но, кстати, я последние несколько лет я замечаю изменения. Я вижу, как она меняется и как меняется какое-то вот ее восприятие внуков и вообще может быть мировоззрение. Становясь старше и видя, ну, может быть, признавая свой возраст, да, вот уже соглашаясь с ним с чем-то, принимая его, да, она все чаще и чаще звоня нам, спрашивает, расскажи подробно, как у детей дела. То есть не коротко, что все хорошо, да, расскажи подробно ей интересные детали. Да, да, да. А вот как ты вот этот вопрос решила? И я понимаю, что она еще боится, наверное, об этом говорить, но я чувствую, и в ее словах звучат такие нотки того, что она задумывается. Она мне здесь недавно говорит, слушай, вот, может быть, мне кого-то из детей взять с собой как-то, вот я куда-то поеду. Это первый раз предложение с собой. Не всех, не всех, да, может быть, кого-то из детей взять, ну, например, там, вот Колю или вот Анну. Кого-то, кто поприятнее, поинтереснее, самостоятельнее. Ну, кого-то, да, 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 чтобы вот как-то попробовать, попробовать, да, вот это вот. Но у нее появилось желание, да, желание быть с детьми, быть в их жизни больше. Тут ведь, смотрите, мы думаем, что вот бабушки, дедушки, они такие взрослые, ну, это же наши родители, да, что они такие устойчивые, что они мудрые, а что они старше. Это действительно так. Но надо понимать, что это совсем не беспроблемный возраст. И им сложно, да, иногда вот эти вот неготовность участвовать или избыточное желание участвовать, негладкости в отношениях связаны не с нами, не с внуками, а с внутренней динамикой, с психологическим состоянием, с душевным состоянием жизни самих прародителей. Наверное, есть еще некоторые сложности у тех семей, где много внуков, да, вот как сидим мы все многодетные мамы. Ну, это ситуация, исключение. Да, и, например, когда я родила третьего ребенка, моя мама очень четко говорила, может быть, ты пришлешь мне кого-то одного, да, и уже очень сложно понять, как ты можешь прислать кого-то одного и кого из этих детей ты можешь прислать. Я понимаю, что у Кати детей еще больше. И вот совокупная наша с тобой, у Кати почти. Да, да. Ну, вот смотрите, какая история. Я такими казенными, может, прислала. Наших бабушек, к сожалению, уже нет живых, они успели поучаствовать, пока были небольшими старшие дети, да, но так получилось, что свекровь была очень пожилая, у нее поздние дети свои. Мама моя, наоборот, рано умерла. Это то, о чем мы вспоминаем, да, их участие было. И, собственно, это то, что меня подтолкнуло к исследованиям и к сбору информации в этой теме. И мы им очень благодарны за то, что они сделали и Царством Небесное, и вечную память, значит, не на своем уже теперь опыте, на опыте людей, обращающихся к психологической помощью, и на опыте исследований. Я что могу сказать? Я хочу сказать, что очень часто бабушкам и дедушкам сложно принять количество внуков, которые превосходят количество их собственных детей. Вот у человека рос один ребенок, и он привык справляться с проблемами в единичном объеме, да, с количеством один. Ну, или два там в Советском Союзе. Ему комфортно брать одного внука. Двудетные родители легко принимают второго внука. У каждого своего ребенка из их детей мог быть по два внука. Но если количество превосходит их собственное, возникают трудности, возможно, даже неприятия. Это первая реакция. То есть, первая, она не очень короткая, она может занять очень-очень много времени. Но нужно быть снисходительным и понимать. То есть, в свое время бабушки и дедушки сделали свой репродуктивный выбор. Они родили именно столько детей. Это было связано со здоровьем, с обстоятельствами, с чем-то еще. Но они вот решили, что это так, да, или так получилось. Им очень сложно принять такое количество. Прямо что интересно, бывают же трехдетные бабушки и вдруг один внук. Да, тоже. Тоже не то. Тоже не то. Но вот это ощущение, что детей должно быть столько, это правильно. Отличаются тут люди, которые очень хотели иметь больше детей, да, и не получилось. Но вот эту особенность принятия не того количества внуков нужно просто учитывать, как-то вот, ну, перетерпеть ее, пережить. Интересно, что когда внуки в любом количестве, наразившиеся, начинают проявлять какие-то успехи, разговаривать, читать стихи, выигрывать конкурсы танцев или олимпиады математики, хорошо бегать на лыжи, то есть какое-то достижение, может быть, не глобальное. Но вот у ребенка, ребенок уже оформляется, он уже становится таким человеком. Бабушки и дедушки могут включаться позже. А я как раз сейчас хочу обратить ваше внимание на мышление детей. Мы заговорили, и я вспоминаю момент, когда у нас умерла бабушка наша, Надя, прабабушка она уже, получается, была. И через какое-то время ко мне пришел сын и говорит, я так соскучился по бабушке. Ну вот, да, Надя. Я говорю, что это ты вот вдруг? Он говорит, вот, и совершенно детское размышление, ему на тот момент, может, лет 5-6 было, да. Он говорит, мне так не хватает, мы с ней так хорошо говорили. И вот очень часто, мы тогда, помню, когда она умерла, все мои родственники говорили, так, ты детей-детей давай убери. Она у нас дома умерла. Все, давай сейчас вот там приедут, заберут, никоим образом, чтобы никто не видел. А мне почему-то внутренне казалось, что очень важно, чтобы дети видели, чтобы дети осознавали, чтобы дети понимали. Потому что иначе мне придется потом вот как-то объяснять, как это умерла, что это значит, куда она делась, да, на что вот, ну, то есть что растворилась там, да. И хоть это было уже достаточно поздно вечером, я, по мнению всех своих родственников, совершил совершенный акт вандализма. Я в комнату с мертвой бабушкой пригласила детей попрощаться с бабушкой. И они стояли, они не плакали, они не, ну, то есть вот такой какой-то горести там чего-то, что вот утраты не было, но они стояли, они говорят, надо молитвы читать. То есть да, какие-то совершенно свои какие-то... То есть появилась возможность как-то откликнуться на вот эти... Вот именно у их душ появилась возможность откликнуться. Ну, с точки зрения психологов, ты сделала абсолютно правильно, да. Ну, все мои родственники были в шоке. Они говорят, что она делает, мужу звонили, что она делает. Он говорит, она с детьми в комнате у бабушки. Ой, какой ужас, выведи их срочно оттуда, вы что там, там труп. Труп, труп. Там тело, которое покинуло душу. Да, и вот на самом деле смерть бабушки заставила нас всех говорить с детьми о смерти. И мы какое-то прям, ну, такое достаточно прилично, несколько месяцев, конечно, не только о смерти, но мы говорили о смерти. Вот прям факт смерти побудил у детей большой интерес. А что происходит с душой? А где сейчас наша бабушка? Она нас видит и слышит, бабушка, привет, да? То есть какой-то такой... И это заставило меня изучать учение церкви, очень подробно отвечать на детские вопросы. Но вы вместо того, чтобы сделать белое пятно из этой темы, как часто делают взрослые, при утрате бабушка, дедушка, когда вы открыли эту тему для обсуждения, это абсолютно правильно. Считается, что вот в этот момент переживание мог быть сильнее и острее, но потом человек переживает, он живёт всё дальше, он оставляет опыт, просто остаётся у детей опыт. И это не мешает развитию. Мне кажется, это даже способствует развитию, потому что мы там столько всего прочитали. В итоге мы прочитали и псалтырь, потом в итоге все дети прочитали. То есть как бы объяснение. И я помню ещё батюшка на приходе, я к нему подошла, говорю, вот бабушка умерла, вот у детей такое количество вопросов, что мне там вот им сказать. Он говорит, я с ними поговорю тоже. И он с ними разговаривал. И он им сказал, вы читайте, пожалуйста, молитвы. И они совершенно сознательно, там, в 4-летнем, в 5-6-летнем возрасте вставали и молились, потому что бабушке надо. Ну, то есть вот... Это было не то, что они могли сделать для бабушки. Вот молитва, это было как действие для бабушки. Для взрослых людей это вообще был шок, если честно. Ну, там, для многих взрослых наших близких. Они говорят, а что они делают? Я говорю, они молятся. И они их спрашивают, вы зачем это делаете? Это вам мама заставляет? Я говорю, нет. Они чувствовали, потому что это можно сделать. Рисунок нельзя нарисовать и подарить. Нельзя сделать то, что они делают. Но они поняли, что можно делать другое, когда бабушка уже... Ну, вот это тоже, да, такое важное... А я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете радио «Радонеж», программу «Семейная гостиная». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Сегодня мы говорим с Екатериной Бурмистровой про бабушек и дедушек. Катя, какие есть такие какие-то тонкие вопросы или подводные камни, о которых мы с Юлей можем не знать? Ну, я думаю, что вы о них, конечно же, знаете, имя бабушек и дедушек, детей и отношения между вот этими тремя поколениями в семье. Наверное, основное – это то, что родители видят в бабушках и дедушках совершенно других людей, чем те, которых когда-то воспитывали. Стиль воспитания очень сильно меняется по отношению к внукам. Ну, если сравнивать с тем стилем, который был по отношению к собственным детям. Я понятно выражаюсь? Да-да-да, конечно. Человек меняется, становись бабушкой и дедушкой. Приходит другой возраст, другой жизненный опыт. Стиль воспитания, свойственный бабушкам и дедушкам, называется попустительским. Официальное название. То есть это стиль, где очень много разрешено и мало требований. Где гораздо более спокойно смотрят на промахи. Где гораздо мягче относятся к ошибкам. Где гораздо больше способности погасить конфликт, чем пойти на эскалацию конфликта. И родителям это неприятно. Если пользоваться классической схемой, родители становятся злым следователем. А бабушка и дедушка становятся добрыми следователями. И это не всегда приятно. Иногда родители могут требовать, настаивать на том, что «мама, ты вспомни, как ты строила меня. Давай-ка с ним так же». И не получается. Это может вызывать обиду. Вот такой подводный камень, можно так сказать, первый самый. Как тут себя вести? Знаете, каждому вообще свое время. И вот это вот отсутствие давления, такой любовь, ненастойчивость, это надо заслужить и заработать. И я думаю, что нынешние родители к тому моменту, когда они станут бабушками и дедушками, они поймут лучше, почему же это так. Но это надо заработать. Тут действительно бабушки и дедушки в нормальной ситуации. Это не те люди, которые возьмут на себя часть вашей строгости, часть ваших обязанностей. А если вынуждены, знаете, бывает неполная семья, растит мама и бабушка, и на бабушке много обязанностей в этом случае. И от бабушки требуется строгость. Это очень плохо получается. Внуки тоже не принимают эту строгость от прародителей. И возникают очень большие конфликты, болезненные для обеих сторон. И для внуков, и для бабушек. Катя, а с точки зрения психологии, детям полезно, чтобы бабушки их баловали? Очень полезно. Настолько, насколько это в характере бабушек. Бывают же очень строгие бабушки, просто по такой организации душевной. Полезно – это та любовь. Это то ощущение, что тебя принимают, любят, балуют, которое потом человеку в сложные минуты может понадобиться. Иногда люди, взрослые, рассказывающие о каких-то сложных моментах в своей жизни, я спрашиваю, а кто бы вас тут понял, кто бы вас лучше всех поддержал? Вот, может быть, не из тех, кто жив, кого уже нет, если они говорят, бабушка. То есть тут вспоминается бабушка. И дальше идут воспоминания, как и когда, вот когда бабушка была жива, она умела поддержать, она умела утешить, она умела вдохнуть надежду. То есть это та любовь, которая может сыграть роль скафандра, воздушной подушки, какого-то НЗФ в трудном и длинном пути. То есть это что-то человек берет с собой в будущее. Может быть, здесь и сейчас вот тактически кажется, что это как-то вредно, балуют. А стратегически это довольно полезная история. И, знаете, вот тоже такой конфликт. Бабушки и дедушки часто приносят сладкое, подарки. Что-то еще, покупают то, что просят дети. То есть балуют вот в таком вот плане, идут навстречу неправильным просьбам. Но они так пытаются остаться в памяти. Потому что то, что мама конфеты не разрешала, а бабушка принесла целый кулек, засядет в голове у ребенка, возможно, очень и очень надолго. И он это воспринимает именно так, как и хочет бабушка, как проявление любви. А как маме на это реагировать, если мама не больше одной конфеты в день там? Ну, тут такой вопрос наличия и отсутствия аллергий. Если, скажем, нет физиологических противопоказаний. Я бы сказала, что самая такая вот грамотная стратегия, только никто не может пользоваться этой стратегией по совету, это то, что у бабушек и внуков должны возникнуть целые отношения, как бы параллельные отношениям с родителями, куда родители не вмешиваются, он не диктует свои правила. Это предполагает доверие со стороны родителей, по крайней мере, доверие бабушкам, но и доверие внукам тоже. Недавно нам присылали вопрос, вот как раз тоже про то, что бабушки приносят. Что бабушки балуют, приносят вредные продукты, то есть не только конфеты, но и чипсы какие-то, да? Газировку, курицу, гриль. Да, да, да. То есть то, что вот детям не дают дома совершенно. Не по состоянию здоровья, а просто вот семья ведет здоровый образ жизни. И родители просят, если хочешь что-то принести, принеси нам фруктов лучше, принеси там яблок, виноград, что-нибудь полезное. Как родителям вести себя в том случае, если вдруг на пороге счастливая бабушка, с кульком чипсов? Ну, такого рода вещи лучше, конечно, пытаться обсуждать заранее и формулировать какие-то договоренности, и потом этих договоренностей придерживаться. Это довольно сложно, потому что в большинстве семей механизм формирования подобного рода договоренности просто не существует, но отсутствует, нет его. Договориться с бабушкой. Если же договориться не получилось, родителям можно было бы, наверное, порекомендовать понять, почему бабушка все-таки несет чипсы, зная о здоровом образе жизни. Понять бабушкину мотивацию. Также есть очень простые вещи, которые помогают, если про это вспомнить, что в семейной системе информация не идет снизу вверх по поколениям. То есть от детей к родителям информация переходит с огромным трудом, если переходит вообще. Ну, представьте, приходят ваши дети, которых вы помните крошечными, говорят, мама, сейчас надо кладать оливковое масло. Значит, ты вообще неправильно делаешь. Взгляды у тебя неправильные, гомеопатия – это неверный способ лечения. Критику от людей, которых ты помнишь, младенцами, воспринять очень сложно. Также и нашим мамам пожилым, мамам взрослых, людей очень сложно воспринять что-либо. Даже если у нас концепция, даже если мы там пишем, не знаю, статьи, книги, имеем ученую степень, мамы все равно будут придерживаться своего мнения. То есть информация очень тяжело идет вверх по системе поколений. Эту вещь надо помнить. И вторую вещь надо помнить, что пока ребенок не вошел в подростковый возраст, что бы ни делали другие люди, няни, учителя, друзья, все равно самым действием будет мнение родителей. Если бабушка принесет чипсы, это нужно грамотно вписать в концепцию здорового питания. И тогда это ничему не повредит. Что обычно, да, мы не едим чипсы. Ну, вот у нас бабушка, она считает, что чипсы – это вкусно и хорошо. И поэтому из любви к бабушке мы вот разрешаем. Но мы помним, что там Е, добавки. То есть очень часто, ведь проблема не в отношениях бабушек и внуков, а проблема в том, что родители нынешние пытаются доказать своим пожилым родителям свою взрослость. Это битва за правду, не учитывающая отношений. Понятно вырослость? Очень понятные, несколько очень действительно тонких и интересных моментов, которые, я думаю, нашим радиослушателям будут очень полезны. Какие еще подводные камни есть, Катерина? Подводный камень следующий. Обычно, если все живы и здоровы, есть два комплекта бабушек и дедушек. Бабушки с одной стороны, дедушки с одной стороны. Бабушки с другой стороны, дедушки с другой стороны. Родители мужа, родители жены. Так вот, важно, чтобы каждый из супругов со своими родителями договаривался и разбирался сам. Не перевешивал эту обязанность, перевешивал сленговое слово, не передоверял эту обязанность второму супругу. Очень часто, имея сложные отношения с мамой собственной, муж хочет использовать жену в качестве буфера, в качестве парламентария, в качестве переговорщика. И в результате конфликт захватывает и жену. Вот это такая тонкость, такой подводный камень, можно сказать, про который полезно было бы, наверное, знать. И еще одна вещь. Она вроде бы касается не напрямую отношений бабушек и дедушек. Это про них, скорее. Что важно не критиковать поведение родителей супруга, даже если оно вам кажется абсолютно неприемлемым. Вот критиковать родителей супруга, это подрывать фундамент доверия в отношениях. То есть жена не должна критиковать родителей мужа. Правильно я понимаю? Да. Критиковать, значит, оценивать негативно, злобно, возможно. Могут быть разговоры, могут быть разбирательства, обсуждения. Они должны быть абсолютно доброжелательны. В абсолютно доброжелательном ключе. Если не так... Так и в другую сторону, правильно? Да, в обе стороны. Если это по-другому, супруг, даже если у него конфликт с родителями, он встает на их защиту. Жена встает на защиту своих. Возникает конфликт уже между папой и мамой. В него включены внуки, триангулированные. Никому от этого не лучше. Вот и еще такой подводный камень. Очень часто супругам сложно договориться о том, насколько же бабушки и дедушки будут включены в жизнь семьи. У жены одно представление, у мужа другое представление. Договориться невозможно. И это тоже не связано напрямую с бабушками и дедушками. Это связано с той формой договоренности, с той системой договоренностей, которые есть в браке. Тут хочется какой-то живой пример. То есть, если, например, жена считает, что каждую субботу должны приезжать бабушка и дедушка и гулять с внуками в парке, а мужу хочется спокойно полежать на тахте, тогда не могут договориться. Но надо понимать, что это не про бабушек и дедушек. Это люди не могут между собой понять, как лучше строить жизнь семьи. Или, наоборот, бабушка и дедушка приезжают каждые выходные, а жене хочется, чтобы приходили друзья, а не старшие родственники. И вот тут нужно садиться и договариваться, разбирать, и приходить к какому-то общему мнению. И тогда бабушки и дедушки подстроятся. То есть, по идее, папа и мама, муж и жена, должны давать некоторую дорожную карту, в соответствии с которой готовы были бы двигаться старшие родственники. Если эта дорожная карта не согласована, если нет договоренности, как это будет, а есть конфликт, конечно, будет неразбериха, и будут втянуты в конфликт. Про родители. Катя, пока мы говорим, ответственная бабушка прислала нам смс-сообщение на короткий номер 5522. Я напомню нашим радиослушателям, что в начале сообщения надо присылать слово «Вера» русскими и латинскими буквами. И только после этого через пробел текст вашего сообщения. Мы с пятилетней внучкой очень любим друг друга, живем вместе. Но когда я укладываю ее спать, внучка постоянно зовет маму, говорит мне, уходи отсюда, я буду спать только с мамой. Как себя правильно вести? Хороший вопрос. Мне, наверное, хотелось бы немного больше знать о ситуации, о том, какое участие принимает бабушка, сколько работает мама, как много ребенок маму видит до момента укладывания спать. Вообще же, надо понимать, что у ребенка работающих родителей к вечеру и к ночи накапливается очень большая тоска по физическому присутствию мамы, по ее запаху, по ее теплу. И, в общем-то, вот эта вот обязанность вечернего укладывания, она скорее должна быть родительская. Если же это никак невозможно, это по техническим причинам, которые мне неизвестны у этой семьи, то нужно стараться перед ритуалом укладки насытить ребенка присутствием мамы, чтобы они пообщались. Да, все-таки мама – это первая и главная фигура. Как бы прекрасна ни была бабушка, базовое взаимоотношение, а не с мамой. И ни в коем случае бабушкина участие, бабушкина любовь не должна вытеснять, оттеснять любовь и внимание мамы, и участие. Если мама не может, не готова, вынуждена много работать, конечно, родная бабушка гораздо лучше, чем всякая профессиональная няня, заменит ребенку близкого человека. Но если мама может быть в доступности, если мама может быть рядом с ребенком, то, конечно же, это лучше всего. И, может быть, эта вот днучка, она инстинктивно чувствует, что просто не хватает мамы. Вообще я рада, что у нас такие ответственные бабушки, да, что пишут нам разные сообщения, что слушают наши программы, задают разные-разные вопросы. Катя, какие моменты мы еще упустили? О многих вещах можно поговорить, говоря об отношениях бабушки и дедушки. Ведь это такой трехслойный пирог. Поколение прародителей, поколение родителей, поколение внуков. И то, что нужно понимать, как во всякой треугольной конструкции, без шероховатости не бывает. То есть, когда есть три стороны, обязательно могут возникать недопонимания, несогласованности, недоговоренности. Это как сила трения, без нее в природе ничего не происходит. Это как отсутствие прямой линии в живой природе. То есть, периодически будет сложно о чем-либо договориться. И очень важно, чтобы семья, состоящая из трех поколений, постепенно вырабатывала механизмы договоренностей. Если этого не будет, дисгармоничные формы поведения вы просто передадите дальше. И вы получите от своих выросших детей все то же самое, что вы переживаете в отношениях со своими сейчас родителями, с пожилыми родителями. Есть такое народное выражение «собирать уголье на свою голову». Ведь смотрите, внуки, начиная с трехлетнего, может быть, даже с двухлетнего возраста, очень внимательно смотрят на отношения папы и мамы к своим пожилым родителям. Ребенок очень многое усваивает на основании механизма имитации, повторения, запечатления. Вот он смотрит и понимает, ага, вот именно так и надо взрослым обходиться со своими родителями. И потом, подрастая, не осознавая того сам, начинает так же разговаривать, молчать, конфликтовать с мамой. Вот посмотрите, может быть, кому-то окажется полезно посмотреть на свои отношения с бабушкой и дедушкой, с папой и мамой сквозь эту призму. Как вот это хотите ли вы, чтобы именно такое отношение было передано дальше? Хотите ли вы стать объектом такого рода отношений со стороны своих выросших детей? Какую модель, какой образец вы передаете на уровне своих контактов с бабушкой и дедушкой, с папой и мамой, со свекром и свекровью? Надо понимать, что наши дети очень внимательно за нами смотрят и воспроизводят совсем не то, что мы говорим, а то, что мы делаем. И скрыть тут ничего невозможно. Наши дети, растущие в наших семьях, они очень близкие нам люди. Я еще раз повторю свою любимую поговорку. Дети и домашние собаки знают все. И бесполезно говорить ребенку, что у тебя мир и любовь со свекровью, если этого в отношениях нет. И еще один подводный камень, он, может быть, про многие вопросы, не только касающиеся отношений бабушек и дедушек к ребенку, не надо врать. Не надо врать про важные основополагающие вещи в семье. Если между свекровью и невесткой конфликт, или между зятем и тещей, не надо говорить ребенку, что этого нет. Не желая того, учим ребенка лгать. Это очень нехорошее наследство. Другое дело, что не надо посвящать в избыточные детали. Не надо рассказывать слишком много, из-за чего произошел конфликт. Как некрасиво повел себя кто-то из родственников, в нашей точке зрения. Но о том, что конфликт есть, если он существует, обязательно ребенок должен знать. Ну и, конечно же, гораздо лучше, если мы какими-то способами, кто-то там исповедью, кто-то внутренней работой, кто-то разговорами, помогаем себе не застревать в этих конфликтах, разбирать их, прощать друг друга, приходить к какому-то хотя бы относительному миру. Ребенок очень любит, когда в доме хорошо. И тут можно сказать, что худой мир лучше доброй войны. И, наверное, вы знаете, что дети мирят, сводят. Родители говорят, ну, мамочка, папочка, помиритесь. Бабушка, дедушка, помиритесь с мамочкой и папочкой. Почему к нам перестали приезжать бабушки и дедушки? Пусть они приедут. То есть тут дети такие миротворцы, инстинктивные. Пока они еще находятся в первом семилете своей жизни. Подростки понимают больше. Они уже не будут так искренне, но переживать будут сильно. Поэтому в качестве такой рекомендации или замечания о еще одном подводном камне, я бы советовала не держать в хозяйстве хронических конфликтов со старшим поколением. Стараться от них избавляться, стараться их перерабатывать доступными вам способами. Спасибо, Кать. Прям очень важный совет для всех или рекомендация, как это правильно назвать. Приходило еще смс-сообщение, немножко хаотичный текст по поводу того, вот мы разговаривали, когда что старшее поколение балует своих внуков, а есть некое обратное, что излишне строгая бабушка. Что бабушка хочет видеть внуков, к ней приезжают, а она начинает делать постоянно замечания. Тот не так положил, не так сполоснул чашку, не так поставил стул там после за собой, или ботинки не в тот ряд поставил. Что делать? И у мамы вызывает это такое раздражение и жалость к детям. То есть ей сразу хочется защитить своих детей от бабушки. Вот как существовать? Скорее, это свекровь. Судя по тексту, это скорее свекровь, чем своя мама. Там написано просто бабушка, поэтому не знаю я, кто это. Я думаю, что нужно попытаться понять, в каком состоянии сама это бабушка. Возможно, у нее что-то болит. Ведь мы, относительно молодые люди, мы не понимаем телесного состояния пожилого человека. Может быть, бабушка так много критикует и бранит из-за того, что у нее, скажем, сердцебиение, давление, повышенный сахар, устало просто. То есть, возможно, вот эта придирчивость, такая критика, это не ее позиция, а просто артефакт ее физического и психологического состояния. И если маме удалось бы это увидеть, она могла бы это объяснить детям. И, соответственно, если этого точно нет, то нужно попытаться понять вот эти самые ограничения, исходя из биографии характера, опыта жизни бабушки. Возможно, она росла у еще более строгой мамы. И она на фоне своей мамы просто очень мягкая и потворцующая бабушка. Ой, как все сложно, да? Да, но нужно понять, что это такое, почему. Возможно, у пожилого человека бывает огромное желание научить, передать опыт. Она видит, что ботинки не так стоят. Она хочет научить. Но это в такой форме, что вызывает отторжение. И вот, наверное, последнее, то, чем хотелось бы перейти к завершающей части нашей сегодняшней беседы, такой обобщающей, это мысль о том, что родителям очень полезно учитывать, что старшее поколение ригидно, более ригидно, менее гибко, что пожилому человеку, бабушке или дедушке гораздо сложнее перестроиться, изменить свой подход, в частности, не ругать. Говорить, не воспитывай, перестань ругать, не критикуйте моих детей. Сейчас это бесполезно и даже вредно, потому что поведение не изменится, а конфликт будет. Но если мама, понимая, почему бабушка так себя ведет, объяснит детям, скажет, у бабули сегодня высокое давление, она приехала к нам с рынка, несла тяжелые сумки, или она росла, а у них в семье вообще ни пылинки не было, там, скажем, марлечкой протирали углы, она сможет объяснить детям, как я говорю, взять в рамку вот такое поведение бабушки, оно перестанет восприниматься как обидное. То есть не надо менять бабушку. Если есть возможность, лучше поменять свое отношение. И у родителей всегда есть возможность стать буфером между бабушками и внуками, если это необходимо. Но часто ситуация другая, и это бабушкам и дедушкам приходится становиться буфером в отношениях между родителями и внуками. Катя, у меня есть вопрос такой. Вот у нас есть бабушка, одна из, одна из, да, и она занимает позицию «я лучше знаю». При всем том, что, правда, она тоже воспитала троих детей, но при всем при этом... Возможно, она действительно знает лучше. Возможно. Но получается так, я лучше знаю, какой из твоих детей хороший, какой плохой. Я лучше знаю, что нужно, что не нужно. Это про свекровь? Да. Всегда можно понять, когда про маму, когда про свекровь. При всем при том, что у меня с ней на самом деле достаточно хорошие, как мне кажется, все-таки выстроенные, именно мы выстраивали отношения, выстроенные отношения. Ну, да, я стараюсь больше молчать, потому что, ну, она с нами не проживает, и приезжает, и лучше знает, и ради бога, может быть, в какой-то степени. Самое главное, что детям нравится с ней общаться. Но появляется такой вот момент, когда я пытаюсь... Там, я говорю, слушай, все хорошо, да, ты лучше знаешь, вообще замечательно, все отлично. В планетарий надо свозить, не могу, не успеваю. Но я возьму только троих или четверых. Ну, как бы немало. Я лучше знаю, что остальным это не нужно. С одной стороны, да, это немало сообщения. Двойное сообщение, я возьму троих или четверых, а дальше объяснение, я знаю, кому нужно, кому не нужно. Да, то есть... Возможно, первая часть не совсем связана со второй. Возможно, но меня, например, заводит уже то, что... Человек решает за меня, там, да. Она не работала на учительской или руководящей должности, управленческой. Ну, она сама по себе, видимо, такая, да, вот. Я просто вот к таким размышлениям, и я, когда делюсь с кем-либо, мне часто тоже рассказывают, говорят, да у меня точно так же, да у меня вот это вот похоже. Вот как выстраивать отношения с бабушками, которые знают лучше, но не потому, что они действительно опыта больше знают, а потому, что по умолчанию я всегда прав, а когда не прав, смотрю пункт первый. Возможно, будет некоторым повтором, а тем не менее, очень часто у пожилого человека есть очень большая потребность, очень большое желание поделиться собственным жизненным опытом. И вот это я знаю лучше, это может быть не декларация силы, а огромным желанием просто быть услышанным. И если вы минимальными, возможными для себя способами покажете, что вы слышите, и что вам этот опыт интересен и важен, кстати, совершенно не обязательно его использовать, а делать именно так, как вам сказала бабушка, да, тут очень важно, чтобы было ощущение, что тебя услышали, что с тобой считаются, что ты важный человек в семье. Я думаю, что вот это вот небольшое изменение, оно может серьезно поменять ситуацию в отношениях, да. То есть тут очень часто что-то на родителей действует, как красная тряпка на быка, извиняюсь за такое сравнение. Конфеты, чипсы, вот это вот слово я знаю лучше, критика какого-то действия мамы или папы. Попробуйте посмотреть на собственную реакцию. Почему вы так скидываетесь? Почему такая бурная реакция на слова «я лучше знаю»? Да, человек думает, что он лучше знает. Я думаю, что какие-то вещи нельзя понять, не даже до определенного возраста. И у нас ведь абсолютно разрушена традиционная семья. И вот этих мест, где можно было бы делиться опытом, их нет. И вот этот объем опыта, волна опыта, у нас скапливать ее некуда из лица. Поэтому мне кажется, что если есть возможность терпеть, если действительно не затрагивает какие-то жизненно важные сегменты жизни семьи, то можно потерпеть. Катя, а вот мне стало интересно, да, есть в Москве клубы молодых родителей? Немного, но есть. Немного, но есть. Есть пар, которые готовятся стать родителями. Клубы пенсионеры различные. Но клубов бабушек, именно с точки зрения отношений с внуками, нет, наверное, ни лекций, ни клубов, ничего? Вы знаете, я знаю одного специалиста. Это Мануфина Наталья Михайловна, семейный психолог, преподаватель. Она автор нескольких книг. Вот это прямо ее тема. Она сама по статусу бабушка. У нее внуков немного, но вот ее тема – это отношения со взрослыми детьми. Это отношения с бабушками. Вот она проводит периодические тренинги, там какие-то лекции. Я написала книжку. Ей как раз отношения со взрослыми детьми интересны. Таких популярных занятий нет. Но это вообще огромная проблема, что у нас отсутствует поддержка семьи на всех статиях развития. Смотрите, появление внуков, появление следующего поколения в семье – это ведь кризис. Не в плохом смысле кризис как переход, кризис как освоение нового этапа. И получается, что нужна помощь в любой кризисный период. Мы вот говорили о подростках. Ребенок вырастает, ситуация меняется, нужна помощь, нужна информация, нужна поддержка. Появляются первые внуки, новый жизненный статус, новые отношения, новый набор ролей. Раньше были мама, папа, муж, жена, а теперь еще бабушка, дедушка. И родители родителей. То есть, как это, нужно смотреть на ошибки своих детей, ставших родителями, и это не комментировать. Новый жизненный этап, новый навык. Действительно, поддержки информационной нет. К сожалению, я надеюсь, что, может быть, какие-то программы такого рода будут развиваться, информация будет более доступна. Что касается популярной литературы, есть еще книжка, автор Людмила Геращенко. Не знаю, можно ли найти сейчас в бумажном варианте. Называется книга «Три поколения под одной крышей». Это тоже автор, которому тему взаимоотношений бабушек и дедушек очень интересна. Вот, больше изданий, наверное, я не назову, но в интернете есть некоторое количество статей. Я написала несколько статей про взаимоотношения бабушек и внуков. В сборник «Современный ребенок» издательства «Оги» вошли несколько статей про отношения с бабушками и дедушками. И я думаю, что да, при молодежных клубах, при семейных клубах очень полезно делать хотя бы короткие циклы встреч для бабушек. Очень полезно, когда ты встречаешься с людьми, оказавшимися в схожей жизненной ситуации. Но, слава Богу, у нас еще не разучились люди общаться. И часто таким клубом становится просто детская площадка или парк, где встречаются бабушки и беседуют на такие популярные темы, как сложности в отношении со взрослыми детьми, как то, что нельзя делать то с внуками, что хочется делать, как то, что внуки менее послушные. То есть есть особый круг вопросов, которые интересуют, собственно, бабушек. И я думаю, что можно найти человека на роль гостя, который бы поговорил как раз от лица бабушек. Моя точка зрения – точка зрения специалистов. И я понимаю, что какая-то частичная, очень небольшая помощь психолога, помогающая выстроить отношения и желание поправить то, что в семье неблагополучно, делает очень большие изменения. Пока мы разговариваем, пишут нам, продолжают писать смс-сообщения, есть вот еще одно. У меня трое детей. Наша бабушка постоянно предлагает взять на отдых кого-то одного. Дети близки по возрасту. Стоит ли кого-то одного отдавать? Вы знаете, во-первых, скажу такую, может быть, общую вещь. Очень часто родители одного супруга больше любят, больше выделяют кого-то одного из внуков, больше охоты его берут. А родители с другой стороны выделяют другого внука. Обычно это более похожий. И если бабушка и дедушка выбрали себе кого-то из нескольких, хотят его брать, я бы этому не противодействовала. И в целом, мне кажется, при том, что сначала поедет один, а на следующий год поедет другой, или другой поедет с другими бабушками и дедушками, это может быть полезный опыт и для ребенка, и для родителей, посмотреть, как детская подсистема без одного из своих членов функционирует. И надо понимать, что если предлагают бабушке взять одного, значит, это есть какие-то реальные основания. Не готовы люди взять всех троих. Вреда не будет. Важно, как это оформить, как это подать, какая реакция, собственно, у родителей. Ну, конечно, многое зависит от возраста, потому что до определенного момента дети не готовы надолго расставаться с родителями. В общем-то, категорических противопоказаний я не вижу. Но вот оформление должно быть очень внимательное. — Хочется еще заметить, что бабушки — это же кладезь мудрости, каких-то житейских историй, длинных разговоров задушевных. — Да, и очень часто мы родителям очень спешим. У нас очень много дел, очень много активности, много ответственности. А вот внуки и бабушки, они живут в похожем темпе. Была такого рода поговорка, что стар, что млад. И часто разговоры возможны именно потому, что бабушка не спешит, и ребенок не спешит, и им есть о чем поговорить. У бабушки уже достаточно внимания к самым мелким вопросам, к самым небольшим переживаниям. У бабушки действительно много историй, а ребенок готов их часами и по многу раз слушать. И вот это тот золотой запас, так же, как и то, что вы назвали баловством, который тоже человеком будет по жизни. Вот эти разговоры с бабушкой. Не надо ему препятствовать. И не надо выдергивать ребенка, торопить его, даже усаживать за уроки или вести на занятия. Надо понимать, что вот это время, оно конечное. И, как правило, времени совместного с бабушкой гораздо меньше, чем совместного времени с родителями. Не надо жадничаться. Если есть возможность поделиться вот этим детским временем, то нужно это делать. Даже если вам не совсем нравится, что рассказывает бабушка. Тут часто ведь родители очень вмешивают, очень критикуют и не дают никакой свободы. Это никому не полезно. Катя, наша программа постепенно все-таки движется к концу. Хотелось бы под конец напомнить, где наши радиослушатели могут почитать статью, какую-нибудь вашу про бабушек и дедушек. Значит, ну, во-первых, в книге. В книге «Беременность, род и материнство» есть статья про бабушек. Это издательство «Никея», 2013 год. И второй тираж 2014 года. На интернет-портале «Семья растет» есть прям большой раздел. В разделе «Психология семьи» есть большой раздел, где сосредоточены статьи про отношения бабушек и внуков. Мне кажется, важно посмотреть статьи на сайте adolin.ru, там тоже неплохая подборка. На сайте матроны.ru, это такой консервативный женский ресурс. Есть много, там немножечко другой у них уклон. Они больше говорят про отношения взрослых дочерей со своими матерями. Но это тоже хорошая возможность что-то про себя понять, особенно если есть проблемы. Также я могу порекомендовать книжку, она не такая простая к прочтению, как вот те, что я называла раньше. Называется «Дочки матери, третий лишний». Это не про дедушек, это про бабушек. Автор Каролина Ильячев, почитайте. Там описаны тоже коллизии взаимоотношений с взрослой дочерью и пожилой мамой. И это очень полезно, потому что нет только бабушек и внуков. Как правило, эти отношения живут в треугольнике отношений со взрослыми детьми. И чем проще, чем гармоничные отношения нынешней мамы с собственной мамой, тем проще будут выстраиваться отношения бабушек и внуков. То есть нужно развязать те узелки, что развязать в нашей власти. И тогда отношения между внуками и бабушками будут гораздо легче. Спасибо, Катя. Сегодня в гостях у нас была бурмистрова Екатерина Алексеевна, детский психолог, семейный психотерапевт, мама десятерых детей. Спасибо большое, Катя, что сегодня вы к нам пришли. Спасибо вам. Будем надеяться, что наши радиослушатели услышали много интересного и полезного для себя. И хочется просто попрощаться. До свидания.